Привет, друзья! Меня зовут Адольф. И многие из вас, наверное, очень плохо относятся к личностям высокого класса, масштаба прошлых веков, которые имели существенное влияние на мировую ситуацию в прошлом веке. И сегодня я хотел поговорить об одном из них, это Адольф Гитлер. Я уверен, что вы знаете такого человека, и, скорее всего, если это имя возникает в ваших глазах, то вы, как правило, думаете, что это плохое. Есть такое вообще? Вы считаете, что это плохой человек, в нем нельзя найти что-то положительное. Есть такие, кто... Мы считаем, что там плохой человек. Переперевешивай, да. Переперевешивай, да. Ну, я считаю, что не всегда нужно человека раз... Ну, скажем так, расценивать только как политика или еще что-то. Это обобщенное понятие. Я сегодня хотел бы поговорить о том, какой это был человек, и что в нем действительно было хорошего, как в человеке, не как в политике. Вот, например, кто любит животных? Есть такие? Кто любит животных? Ну, в котиках. Да. Попугаем евреев. На самом деле, Рольф Битлер приравнивал убийство животного к убийству человека. То есть, он настолько щепетильно относился к жизни животного, что он приравнивал животное как жизнь человека. И за убийство животного очень серьезные наказания были введены. Я думаю, что это очень положительная черта его как человека. Далее, кто любит музыку классическую? Есть такие люди? Нет. 50 на 50. Ну, ни для кого не секрет, я думаю, что классическая музыка является, скажем так, одной из направленностей развития человека. То есть, тот человек, который слушает классическую музыку, он духовно растет. Точно так же, как чтение книг, допустим. Адольф Гитлер любил германского, немецкого композитора Вагнера, все, наверное, его знают. Он слушал его классическую музыку. Я думаю, это схоже с нами, так как мы тоже хотим развиваться. И я уверен, что хотя бы раз в жизни кто-то из вас слушал классическую музыку. Было же такое, да? Было? Я тоже понимаю. Также Гитлер много читал. Есть люди, которые не любят читать, но я считаю, что основа развития вообще любой личности – это чтение. Когда ты читаешь книгу, ты общаешься с ее автором. Он является твоим временным наставником. То есть, то, что написано в книге, мы можем впитать в себя и применимо к своей жизни поднять ее, скажем так, уровень. Когда после войны обнаружили библиотеку Гитлера, очень удивились, что она была очень большая. И Гитлер очень щепетильно относился к своему времени. Он не читал книги целиком, но в каждой из книг, которая была в его библиотеке, обязательно была закладочка и обязательно были выделены моменты, которые его больше всего интересовали. То есть, он не читал книги целиком, он открывал напрямую содержание, смотрел там интересующиеся его темы, их рассматривал и выделял из них что-то важное. В каждой из книг обнаружена его библиотеки, еще раз подчеркиваю, была найдена закладка и были найдены вещи, которые он подчеркивал и выделял для себя. Мне кажется, это здорово. Как вам кажется? Какие вещи? Какие вещи? Как сжигать киреев! Как сделать мыло из человека? Семь способов. Далее есть такие люди, которые считают, что Сталин тоже очень противоречивая личность, но если смотреть по результату, Советский Союз выиграл Великую Отечественную войну. Хотя бы за это мы можем сказать, что Сталин был великой личностью и в этом плане положительные, несмотря на такие чудовищные жертвы, выиграли эту войну. Но мало кто знает, что до начала этой войны Сталин и Гитлер очень тесно общались и общались даже по-дружески. То есть у них были встречи, но встречи были и у них были общие интересы и они много общего между собой находили. Поэтому Сталин, так как ближе к нам уже, как наш человек, но надо знать, что Гитлер в свое время был до начала войны хорошим товарищем Сталин. Еще такой момент. Гитлер приучил до сегодняшнего дня, кто в Германии был. Есть такие люди в Германии? Как вам вообще? Отличается сильно от Дашь? Да, ну надо сказать, что Германия к такому результату пришла не сразу и отчасти это заслуга Гитлера, что он приучил свой народ к такой дисциплине, что у них, допустим, метро не стоят, то они гетты. Они проходят и каждый платит, такого не бывает, чтобы кто-то прошел там, пробежал, как у нас говорят, заяцем и не заплатил. Это отчасти тоже результат работы Гитлера, который приучил свой народ нетрадиционными методами, но приучил к железной дисциплине, которая сохраняется и по сей день. Еще момент. Этот человек не стремился к власти формально. До конца войны, вплоть до смерти, мало кто это тоже знает, но этот человек остался до конца своих дней в звании Ефрейка. На всякий случай, это вот по рангу, рядовой идет солдат, и Ефрейтор это следующее звание, то есть он не был балковником даже, генералиссимом, еще и кем-то, ему не важно было. То есть у него была своя идея какая-то не такая, мы ее неправильно воспринимаем, и мир ее неправильно воспринимал, наверное. Но, тем не менее, как бы этот человек не стремился к власти, у него была идея, которую он хотел продлевать. Вот я считаю, что несмотря на то, что Гитлер эта личность очень противоречивая, и много нехороших дней он, скажем, натворил, но как человек можно найти неположительные черты, и как и в любом нашей жизни можно найти что-то положительное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok